ОМТВЮА про Головне. Хочу сказать, что специальные военные операции идут в строгом соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются. Наше ПВО лучше в мире, оно глубоко эшелонировано. С земли ударные звенья боевых вертолетов и их воздушного проводника прикрывают панцири, которые контролируют всю воздушную обстановку и точно знают, свой в небе или чужой. Сегодня ночью Украина атаковала три спиртзавода на территории России. Два в Тульской области, один в Тамбовской. На предприятиях начались пожары, а местным жителям даже не включили сигналы тревоги. Жалуются они в соцсетях. Предварительно никто не пострадал. О взрывах сообщили также власти Воронежской области. Минобороны России утром отчиталось только о сбитых 18 украинских дронах. Все остальное – только обломки. Потерь в вооруженных силах России нет. Один из этих заводов – это биохим в Тамбовской области. По словам губернатора, предприятие загорелось после взрыва. Сегодня в 5.20 утра в городе Рассказово предположительно в результате прилета беспилотника над предприятием АО «Биохим» раздался взрыв с последующим возгоранием. По предварительной информации пострадавших нет. В 6.24 пожар был потушен. Все необходимые службы города дежурят на месте. Два спиртзавода в Тульской области также оказались повреждены в ходе налета беспилотников. Один из них находится в городе Ефремов, другой – в поселке Лужковский Суворовского района этого региона России. Об этом заявил местный губернатор Дмитрий Миляев. Однако ранее он же утверждал, что российские зенитчики пресекли атаку украинских дронов. Это ошибка. Также глубокой ночью жители Ефремова в Тульской области сообщили о двух взрывах и пожаре в районе теплоэлектроцентрали. Город Ефремов и поселок Лужковский расположены примерно в 150 километрах друг от друга. Кроме того, как минимум 8 беспилотников были сбиты этой ночью в Брянской области России. Два из них атаковали Суземский район. Частично повреждена кровлянь жилого здания и котельные, об этом рассказали местные власти. По предварительной информации, пострадавших нет. Но это еще не все. Если мы говорим о том, что сегодня НАТО впрямую воюет, то есть я разговор, да, про дальнобойные ракеты, это первый удар будет сюда, вот сюда, в том числе вот сюда. Вот в эту студию. Удар будет вот сюда, в эту студию. Депутат Гурулев испугался удара Украины по студии пропагандиста Соловьева. Но только если ВСУ дадут дальнобойные ракеты для атак вглубь России, а надежды на ПВО у Единоросса нет. Оно все равно что-то пропустит. Ну я вам как воеда могу сказать, что все-таки вот даже при многое шелудерство, 7 ПВО, 100% не бывает. Может быть 99, и из 100 одна прилетит, зараза бы. И к этому тоже надо готовиться. Вот, вот интересное кино. Мы так не договаривались. Я абсолютно согласна с тем, что если ты сегодня танцуешь джаз, кстати, мне вообще кажется, что это музыка бездельников, а завтра родину продашь, это доля правды гораздо больше, чем доля шутки. Начало развала Великой Страды происходило ровно через эти явления, через джаз, через стиляк и так далее. Что такое стиляка? Что такое узкие джинсы? Это, извините, путь к ЛГБТ. Как разопрещенная организация. Это даже мыло, но сейчас мы отрыгнули. А зачем мужику обтягивать себя? Ваш вопрос очень тонкий. И он, казалось бы, тонкий, он очень противный, этот вопрос. Узкие джинсы у мужчин – прямой путь в ЛГБТ. Держите аналитику от российской пропагандистки Элины Жгутовой, члена общественного совета при комитете Госдумы по семье. К скинни она приплела еще и СССР, который развалился якобы из-за стиляк. А в кожаных узких лосинах, в которых главный патриот России шаман ходит, можно. Да. Это не просто, извините, резиновая попа. Это талант. В Судане был сбит грузовой самолет Ил-76. В российском посольстве заявили, что на борту самолета могли находиться россияне. Инцидент произошел над провинцией Северный Дарфур. Там идут бои между регулярной армией, а также военизированной организацией силы быстрого реагирования. В социальных сетях опубликовали момент падения, а также первые кадры после крушения самолета. Уже стало известно, что борт совершал рейсы из Объединенных Арабских Эмиратов в город Амджереса в соседнем Суданом Чаде. Издание «Судан Вормонитер» сообщает, что силы быстрого реагирования могли сбить Ил-76, который использовали для собственных поставок, по ошибке приняв его за бомбардировщик суданских военных. Мятежники показали документы двоих россиян — Виктора Гранова и Антона Селиванца. Предположительно, это члены экипажа. Их судьба на данный момент неизвестна. В посольстве России в Судане заявили, что находятся на связи с местными властями и выясняют все подробности произошедшего. Ситуация, однако, осложняется тем, что зона крушения Ил-76 находится в охваченном боями Дарфурия. Представляете, кошмар. В Тюменской области у участников СВО отобрали земельные участки. Военных преступников при этом назвали ряжеными. Вот смешно, как в детском саду просто. Звали ряжеными. Мы с 22-го зашли, и нас вот что обидает все. Ряженые, говорит. Это что у нас, администрация вместе с Мором такая? Твое лицо. Когда поехал в чужую страну убивать мирных людей, чтобы получить от государства земельный участок. А вернувшись домой, узнаешь, что тебя обманули, надули и кинули. Ну и чего? Надули. Просто нагло обманули. В Кемеровской области шахтеры объявили забастовку. Из-за того, что им 4 месяца не выплачивают зарплаты. Хотелось бы мне, конечно, собрать вас по другому, да, среди других обстоятельствах. Но собрались мы с вами уже. Наверное, завелось здесь это по причине не выплаты за арместные платы. Рейх, пожалуйста. По имеющейся задолженности. Образовавшаяся задолженность на предприятии на сегодняшний период составляет включительно сентябрь 145 миллионов. Плюс расчетные разрезы НСКО 18 миллионов. В связи с отсутствием финансирования, мы больше не имеем возможности с вами поддерживать жизнеобеспечение данного предприятия. Просто денег нет. Вы держитесь здесь. Дальше обучение на базе вооруженных сил Румынии, где украинские хлопцы будут тренироваться еще полгода уже на настоящих двухместных F-16 с инструкторами из Бельгии, Дании и Голландии. Вамина оборона Украины Умеров заявил, что он, оказывается, ведет консультации и со Швецией, и с Германией по поводу европейских истребителей Gripen и Eurofighter. Вашингтон объявит о новом пакете помощи Украине на 375 миллионов долларов. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова